Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите телеканал Ваше Общественное Телевидение. В эфире программа «Честь имею» и я ее ведущий Алексей Краев. По традиции вспомним о наших датах славных. Завтра, 21 января, празднует свой праздник военные инженеры, День Инженерных Войск Российской Армии. Мы с большим удовольствием поздравляем их с этим знатным событием и желаем, чтобы наши инженерные сооружения всегда отличались надежностью и долговечностью, ну и также комфортом. Ну, а у нас в гостях человек, который, в принципе, не имеет отношения к инженерным войскам, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Я его с большим удовольствием представляю. Сотрудник Санкт-Петербургского регионального общественного благодарительного фонда наследия, ветеран боевых действий Владислав Башкиров. Добрый день, Владислав. Добрый день. Ну, рад видеть тебя сегодня в нашей студии. Значит, ты уже знаешь, что наша программа посвящается армейской тематике, и само название, которое уже утверждено в уставе, как одно из обращений военнослужащих. Вот, поэтому, понятное дело, что большая часть разговора будет посвящаться именно этой теме. Ну, начну с того, что расскажи коротко о себе, вот до службы в армии. Где ты родился, откуда к нам приехал? Ну, чтобы коротко. Ну, сам я с Калининградской области там и родился. В принципе, там и прожил всю свою сознательную жизнь. Оттуда призывался. А призывался на срочную вооруженную силу, да? Да. Куда? В морочасти погранвойск. Тогда еще было КГБ СССР. То есть, призывался я в 89-м году. И моя срочная служба, она так попала. Призывался я в Советском Союзе, а демобилизовался уже в России. Интересный этап, эпоха такая. Да, в другом государстве. Сколько служил? Год, два? Три года, но попал под сокращение на два с половиной. То есть, тогда была неразбериха. Тогда очень много людей, которые были призваны из бывших стран Советского Союза, бывших республик. Их как бы свои республики отзывали обратно. То есть, там, кто-то с Украины, кто-то с Литвы. Родину потребовало вернуть. Понятно. И в армии происходили интересные моменты. Были какие-то реорганизации. Переводили. Морфлот переводили на два года. Кого-то там на полтора. Потом опять увеличивали срок службы. Опять уменьшали. Ну, в общем, застал я это время. Начинались лихие 90-е годы. Да. Одним словом. Понятно. А кем там служил? По какой специальности? Не секрет, конечно. Ну, какое-то время это был секрет, да. Я радист. Причем радист за Советс. Понятно. То есть, обучался прямо непосредственно в армии, да, этому? Или до армии что-то было связанное со связью? Ну, у меня интересное такое свидетельство. Потому что до армии, до срочной службы, я поступал в высшевоенно-политическое училище. Тогда высшевоенно-политическое училище погранвойск. Оно где находится? В Голицыно. Подмосковье? Да, в Подмосковье, в Голицыно. Поэтому, ну, погранвойска на тот момент они относились к КГБ, как и сейчас они к ФСБ относятся. Соответственно, все мои проверки, они шли по этой линии. И я не поступил. Не поступил. Ну, я считал, что совершенно несправедливо. Я рвался, желал именно этого поступления в службы. Но не получилось. Был такой злой. Я помню, я вернулся из Москвы в Калининград утром. Ранним утром я приехал на поезде, где-то в 8 часов утра я был дома, а в 9 часов утра я уже устраивался на работу. В ПМК, в котором работал отец, до такой степени он был злой. То, что не смог поступить. То есть, злость иногда помогает на работу устроиться, да? Ну да, иногда нужно сильно разозлиться, чтобы чего-то добиться. Вот. Ну и хорошо, демобилизовался, служил и дальше. То есть, призвали тебя там через полгода, где-то, да? Как ты поступил? Да. Скорее, не через полгода. Где-то через год. Ну, за это время я успел, проработав мелиорацию, я успел еще до 18 лет получить свою двукомнатную квартиру. Лихо. То есть, заработал двукомнатную квартиру. Вот. Затем призвали. И когда призывали, соответственно, проверка, которая была перед поступлением в институт, она сказалась и на моей дальнейшей специальности. То есть, я попал служить в погранвойска, и поскольку я уже был проверен, то меня взяли в школу связи. В школу связи. И причем взяли именно для работы на... Дали допуск к засекреченной аппаратуре и документации. И, соответственно, моя военная специальность сейчас, старший механик ЗАС, то есть, засекреченной аппаратурой связи. Понятно. Ну, а после армии куда жизнь сослала? Ну, после армии было интересно. То есть, опять же, лихие 90-е, когда шел развал, когда было непонятно, когда рушилось все, закрывались заводы, фабрики, закрывались предприятия, учреждения. В Советском Союзе все было понятно. Государство обеспечивало работу и гоняло тех, кто пытался от этой работы отлынивать. В России вначале было сложновато. И найти работу, и устроиться. Но мне повезло тем, что мой сосед, он, работая в милиции, занимал должность заместительного начальника отдела кадров. Кадры у нас решают все. И он предложил идти работать в милицию. На тот момент я подумал, почему бы и нет. То есть, возвращаться в мелиорацию, хотя я был уже экскаваторщиком, и экскаваторщиком достаточно высокого пятого разряда. Но идти обратно в милиорацию как-то не светило, потому что не было, не видно никаких перспектив, никаких надежд, ничего. И я принял это предложение, и устроился в милицию. Устроился в рот охраны рыбного порта в Калининграде. Но ни в коем мере, вот сейчас не хочу дискредитировать вообще внутренние органы, это зависело чисто от меня. Должен признаться, что я начал выпивать. И выпивал довольно серьезно. Причем выпивал на работе, потом выпивал после работы. И это не могло не сказаться ни на моих отношениях в коллективе, ни на моей работе. Соответственно, сложились такие обстоятельства, что больше работать или терпеть минутой работы просто не могли. И я сам понимал, что нужно что-то менять. Нужно что-то менять, потому что... К чему? Откуда катится эта жизнь? Ну, выпил ты. Тебе хорошо именно в тот момент, когда ты находишься в этом состоянии. Но наступает следующий день, становится в два раза хуже. Помимо того, что тебе плохо физически, тебе плохо еще морально и духовно. И опять приходится глушить это какими-то методами. И вот тогда я принял решение менять свою жизнь очень серьезно. На тот момент формировали отряд милиции особого назначения в Калининграде. И я принял решение вступить в этот отряд. Меня взяли. На тот момент, это был конец 92-го года, начало 93-го, особо в России ничего не предвещало каких-то таких очень серьезных подвижек. Да, это было престижно, да, это было интересно, да, это была какая-то романтика особая. Отряд милиции особого назначения. Мы занимались тем, что у нас тир-спортзал, полигон, тир-спортзал, полигон, тир-спортзал, полигон, работа. Вот, я чувствовал себя замечательно. То есть, я забыл на какое-то время об алкоголе вообще. Мне это нравилось, это, ну, какая-то особая атмосфера, да. Когда, тогда еще маски шоу только входили в такую повседневную жизнь, они были еще не так популярны, не так раскручены, и люди не понимали, что это за бойцы в беретах, да, в такой форме, или даже в масках, когда мы передвигались по городу, не понимали. Вот, но потом начались, всем уже известные события, это Москва 93-го года, когда Белый дом расстреливали из танков, и когда у Ельцина получилось так, что у него и не осталось-то людей, на которых он мог бы рассчитывать. Когда в Москву собрали 80 отрядов ОМОНов со всей России, и внутренние войска решали этот конфликт. Это были какие-то такие первые, первое такое боевое крещение, скажем так. А потом уже пошла Осетия в 94-м году, и в 95-м году уже Чечня. И вот Чечня, ну, она остается до сих пор в командировке. Я уже не служу в отряде, но я знаю, что ребята постоянно, с меня и там друг друга, постоянно на полгода улетают. Сколько лет прослужил? У меня интересно получилось, я служил в своем отряде два раза. То есть, первый раз я... Был момент, когда я уходил с отряда, и был момент, когда я через 8 лет я вернулся. Вернулся, слетал еще в одну командировку в Чечню. И после этой командировки мы всем отрядам подали в суд. Подали в суд на то, что нам не доплатили за эту командировку. Не доплатили боевые. И у нас была очень неприятная история, когда управление потребовало, либо вы забираете исковые заявления, либо пишете рапорт на увольнение. И мы написали рапорт на увольнение, причем массово. И это было ЧП. Потому что боевая единица может быть расформирована. Был очень большой шум. Это было шум в прессе. Озвучивали все это. Но в результате я не забрал это заявление. И я уволился. Уволился. Не могу сказать, что это каким-то образом мне послужило, пошло на пользу. Но все, что не делается, оно все равно к лучшему. Потому что кто-то говорит, что все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я могу сказать, ну, во-первых, я не верю в случайности. Я четко знаю, что все, что не делается в этом мире, оно не то, что расписано по какому-то сценарию. И есть какой-то режиссер, который всем этим рулит. А то, что мы сами в зависимости от своих действий, поступков и решений можем творить свою судьбу. Нам дано это право. Оно у нас есть. Поэтому нам нам самим выбирать, нам самим решать, как мы поведем себя, что мы будем делать, каким будет наш следующий день. И в зависимости от этого, каким будет наша жизнь. Что мы можем добиться, что мы можем сделать, как мы можем сделать этот мир лучше или самих себя изменить. Вот лично я был тем человеком, который изменению не подлежал. И вся моя жизнь сводилась к тому, да, в общем, никакой жизни и не должно уже быть на данный момент. Потому что в один прекрасный момент я эту жизнь потратил просто на водку. Просто на пьянство. И в результате я потерял все. Все, что у меня было на тот момент. семья, работа, отношения, друзья. Все это было утеряно. Так ты в Петербург приехал за новой жизнью, если так подвести коротко итог твоей печальной довольно-таки биографии. Чего греха таит. веселого мало, да? Веселого мало было до поры до времени. Скажем, я помню, конечно, вот такое состояние, когда состояние безвыходности, когда не видишь никаких просветов, никакой перспективы, когда кажется, что все, жизнь закончилась. Да и смысл-то жить-то его нету. его нету. На тот момент я его не видел. В принципе, наверное, как огромное количество населения, которое сейчас живет в России, оно также его не видит. И оно пытается каким-то образом это заглушить, компенсировать вот эту пустоту, вот эту вот, не знаю, никчемность, что ли, свою, какую-то ущербность. и люди не находят ничего лучшего, чем пить, колоться, предаваться каким-то еще непотребствам, думая, что это как-то может их вытащить откуда-то, спасти. Глубочайшее заблуждение. Ну, я сам был в этом заблуждении, поэтому я прекрасно понимаю людей. что случилось, когда уже было в принципе ну, все равно на свою жизнь, когда не осталось никаких даже не знаю, моральных что ли, каких-то вот никакой тяги к жизни, вообще никакой. когда единственные мысли, которые были, это были мысли о суициде. Но я считал, что если я уйду из этой жизни, так будет лучше, проще, так будет честнее. Ну, этот мир станет чище, по крайней мере. И я был очень твердо в этом убежден. И предпринимал какие-то попытки. вот когда настал этот момент, момент такой точки невозврата, когда ничего уже не могло спасти. Вообще ничего. Вдруг в моей жизни появился человек совершенно случайно, как прохожий на улице, который помог мне в той ситуации, просто помог подняться. Не то, что он там помог как-то материально или что-то еще. Просто помог мне подняться с земли и дал мне визитную карточку. Дал мне визитную карточку, поговорил со мной о чем-то. Я не помню, о чем он со мной говорил. на тот момент я был совершенно не в состоянии сознавать. В невменяемом состоянии. Но карточка у меня осталась. И через какое-то время у меня появилась возможность позвонить по номеру телефона, который был указан в этой карточке. Я позвонил по этому номеру и меня пригласили. Сказали приходи, вот у нас собрание вечером там-то, там-то. Я сказал окей, я пришел. Я пришел на это собрание. Я не знал тогда, куда я попал. Я не знал тогда, что он мне это даст. Но я понимал, что все, вот та жизнь, которая у меня есть, да я в принципе не знал, как ее менять. Для меня это была не то, что загадка, а для меня было понятно. Я сам себе решил, что изменить уже ничего нельзя. Остается только вот все. Край пропасти и дальше падение. И тут какой-то вот такой может быть лучик какой-то или что-то еще. Не то, что соломинка. Может быть тень от этой соломинки только появилась. Но я пошел, я пришел. Я не знал, куда я попал. Еще раз повторяю, оказалось, что это был именно вот этот благотворительный фон. ребята занимаются реабилитацией алко-налко зависимых людей. И я пришел в этот фонд, остался на одном собрании, ушел оттуда в непонятках. то есть сначала я не понял. Для меня было... Ну, во-первых, я ничего не знал о верующих людях, как таковых. Оказалось, ну, ребята верующие. А я же первое, что искал, я искал атрибуты верующих людей. Для меня атрибуты верующего человека это икона в полстены, свечи, распятие, что-то такое. было на тот момент. И я вдруг я не увидел этого всего. Я посмотрел по сторонам. Этого не было. И первая моя мысль, люди говорят о Боге, а икон-то нету. Первая мысль секта. В секту попал. Думаю, вот, затянули все-таки сектанты. Вот. Я тогда вообще понятия не имел, что существует протестантские церкви. Вот. Нас же всех пугают тем, что баптистами, вот с детства помню, баптистами пугали, что это такие сектанты жуткие. Мало кто знает. Люди необразованные, понятия не имеют о том, что есть об истории церкви, о направлениях, о деноминациях и... Но тем не менее, ребята верующие, сами в прошлом бывшие наркозависимые, которые прошли курс реабилитации, которые сейчас полностью восстановились, имеют положение в этом обществе, принятость в этом обществе, которые являются полноправными членами этого общества, которые раньше имели судимости и были на таком счету нехорошем. Сейчас, имея неизлечимые болезни, многие из них, сейчас они имеют семьи, здоровых детей, и слава Богу, они двигаются по этой жизни. Смотри, Владислав, я так думаю, что вот эту тему мы можем еще как-то пригласить тебя в следующую передачу, потому что я вот изначально еще, как говорится, мы с тобой до программы мало на эту тему поговорили, довольно-таки интересная получается, у тебя история, мы мало знакомы еще, поэтому много не знаем, поэтому давай договоримся, что в какой-нибудь из дней пригласим тебя и, может быть, директора вашего фонда и действительно поговорим на эту тему, ведь алкоголизм, наркомания, она сейчас захлестнула не только всю нашу гражданскую, но и военную сферу, то есть в армии -то алкашей немало, так вот, извини за выражение, поэтому давай так договоримся, иначе у нас просто времени программы не хватит на всю эту тему развивать, вот, спасибо тебе огромное, коротко, планы на будущее, ты сейчас, я знаю, занимаешься видеосъемкой, да, помимо учишься в университете кино и телевидения, да, вот, на твоем примере можно действительно показательную программу сделать, насколько человек когда-то, ну, так, грубо говоря, забухавший, смог встать на ноги, и теперь идет по жизни, делает добро людям, и мало того, что в фонде трудишься, еще и занимаешься творческими какими-то вопросами, зная даже, что и петь немножко умеешь, в общем, пару пожеланий телезрителям, и мы будем завершать нашу сегодняшнюю программу. Я знаю, что сейчас у экранов телевизора есть люди, которым нужна помощь, нужна поддержка, которые не видят выхода в этой жизни. Я могу ободрить и сказать, что выход есть, нужно просто поверить в себя, в свои силы, и найти тех людей, которые могут помочь. Спасибо. У нас сегодня в гостях был Владислав Башкиров, ветеран боевых действий. Не очень веселую историю поведавшую нам, но, тем не менее, с хорошим завершением и с перспективой. Мы благодарим вас за внимание, уважаемые телезрители. В эфире была программа «Честь имею». Я и ведущий Алексей Краев, и наш гость Владислав Башкиров. Прощаемся с вами. До новых встреч. «Честь имею».